Ростов сегодня это последние звонки в школах и лицеях, награждение добровольцев спецоперации и прыжок неадекватно ведущего себя мужчины с Ворошиловского моста. Это сделанная треть работы по преображению старого парка «Дружба» и молочное начало проверок качества продуктов департаментом потребрынка. А также экспедиция в поисках древнего винограда, выписка первой тройни этого года, когда родители ждали девочку, а получили трех сыновей. Ростов сегодня это переход казаков с места первого великого боя Атамана Платова и Закруткинская весна с песнями, конями и рыбалкой. А еще это шестой из семи вечеров с Сергеем Рахманиновым в виде оперы «Франческо до Римени» и штормовое предупреждение о сильных дождях, но возможно и не у нас за окном. На первом ростовском информационная программа «Ростов сегодня». И ее ведущие Рубен Данов и Алина Николаева. Здравствуйте. Здравствуйте. Последние звонки звенят сегодня в школах. Новая жизнь впереди у 15 тысяч выпускников 11 классов и части девятиклассников. В 20-м лицее дети, которые в эти дни становятся взрослыми, выслушали напутствие губернатора. Прощальный вальс сегодня самый трогательный момент дня, а может и всей школьной жизни. Впереди экзамены, поступления и совсем другая взрослая жизнь. Очень грустно, потому что столько лет проучились и у всех свои пути. Я, например, ухожу после девятого класса. Ну, смотрю колледжи разные. Выпускаюсь. Построение очень хорошее. Ну, вот собираюсь поступать в юридический колледж. Мечта такая. Очень хочется пойти учиться юристом, стать следователем. В 20-м лицее 46 выпускников 11-х классов по двум профилям – экономическому и инженерному. Хотя не все выбирают технические специальности. Сестры Пироговы видят себя журналистками. Мне, на самом деле, очень радостно, что я ухожу из школы, потому что, ну, когда говорят, что школа – это маленькая жизнь, это действительно так. Потому что были и какие-то и хорошие моменты, и плохие взлеты, и падения. Прощание со школой – это для меня такой этап радостный, потому что для меня школьные годы вышли, ну, не очень, можно сказать. Это мягко сказано – не очень. Многие из вас ждали этого дня, да? Вы хотели стать взрослыми, хотели сделать первые шаги в новую жизнь. Но, поверьте, пройдет не очень много времени, и вы будете обязательно скучать. Скучать по своей школе, учителю, скучать по друзьям, одноклассникам, потому что у вас жизнь поменяется. Над 20-м лицеем шефствует Ростельмаш и ждет от него новых кадров. Появление класса, оформленного в фирменном стиле – один из результатов тесного взаимодействия. Здесь проходят уроки по технологии, в помощь лицеистам небольшие станки и даже кабина-симулятор зерноуборочного комбайна. Конечно, хотел бы пожелать, чтобы, определив свое будущее, вы точно достигли в жизни побед, покорения вершин и всего того, что вы хотите. Ростовская область – динамично развивающийся регион России. Вот ваш лицей активно сотрудничает с одним из флагманом промышленности России и нашего региона – заводом Ростельмаш. А завод не стоит на месте, он развивается. Лицей номер 20 носит имя учившегося здесь Виктора Полиничко. Сын рабочих Ростельмашев 15 лет после 7-го класса тоже пришел на это предприятие слесарем-сборщиком. А в 1993-м уже вице-премьер правительства России Полиничко был убит террористами в Северной Осетии. Лицей открыт после масштабной реконструкции в апреле прошлого года. Теперь в нем просторные актовые и спортивные залы, а на переменах не дает заскучать интерактивный пол. Благодаря новому оборудованию и тем пособиям, которые у нас сейчас в лицее, нам, учителям, очень легко стало работать. На обновление лицея было направлено почти 880 миллионов бюджетных рублей. Мария Индрикова, Тагир Фатахов, Первый Ростовский. В классическом лицее номер один выпускники 11-х классов передали девятиклассникам факел знаний. А еще станцевали с ними общий танец и сами школьный вальс. И выслушали добрые прощальные слова первоклассник и главы администрации. В знаменной группе «Поднятие флага» 11-ти классник Юрий Тасунян. Это ни случай, ни жребий. Школьник победил во всероссийском конкурсе «Национальное достояние России» с проектом «Бессмертный полк. Огненные версты». Историю он готовит создавать и на ЕГЭ, а вот куда хочет поступать, скрывает. Всегда присутствует элемент удачи, поэтому лучше прежде самих событий не загадывать. Наши учителя по-настоящему стараются нам дать не просто школьную программу, а расширить наши знания, помочь нам получить всю необходимую информацию для того, чтобы реализоваться в нашей жизни. Классический лицей номер один выпускает 44 11-классника, 14 из которых претендуют на серебряные медали, а двое на золотые. 33-й выпуск здесь один из самых активных – отличники учебы, победители вузовских и всероссийских олимпиад и конкурсов регионального этапа молодых профессионалов. Без хороших учителей этого, конечно, не добьешься. Не случайно каждый год классический лицей на городской церемонии «Триумф» получает диплом и кубок за лучшие педагогические практики. И не случайно глава администрации города каждый год вручает классическому лицею грант за качественное образование. По традиции 11-классник передает 9-класснику факел знаний как достойному преемнику. Сегодня на торжественной линейке 69 учеников 9-х классов, 18 из которых получат аттестаты с отличием. Глава администрации города пожелал всем выпускникам не бояться вступать во взрослую жизнь, а родителям – быть рядом с детьми, но дать им возможность самим выбрать профессию. Уважаемые родители, сейчас наступает такое время у ваших детей, когда как никогда им нужна ваша большая поддержка. Никогда, я советую вам, не настаивайте, не надо ломать ребенка. Вот если у них сегодня желание именно там учиться, он хочет там, ну дайте возможность ему раскрыться. Последний звонок – символ прощания со школой, но впереди еще экзамены. Не боюсь, но очень волнительно все-таки, как с Дагим, потому что от этого зависит наша будущая жизнь. Смотрю на своих дорогих одноклассников, учителей, и прям сердце разрывается, очень больно расставаться, но в то же время это новые горизонты и новая жизнь, поэтому настоящий контраст эмоциональный. Не классический вальс в классическом лицее, а кроме того – стихи, песни, цветы первому учителю и на путстве первоклашек. И напоследок – совместный танец девяти и одиннадцатиклассников. И звонок – простые слезы, взрослая жизнь сменила школьные грезы, немножко грустно, немножко волнуешься ты. Юлия Сурикова, Андрей Токарев, Первый, Ростовский. Последний звонок услышали сегодня и 17 кадет Донского императора Александра Третьего казачьего корпуса. Юрий Таряних говорит, что выпускается с легкой грустью, но в то же время с гордостью, ведь он будет продолжать кадетское дело, поступив в пограничный институт береговой охраны. В военном – это быть престижно. Я думаю, каждый пацан мечтает об этом. Вот я выпускаюсь, мне очень грустно на самом деле. Вот эта вся история подошла к концу. Больше мы такого нигде не увидим и насыпает новый этап в нашей жизни. Конечно, сегодня были и слезы, и радость на глазах, в том числе и огорчение, что они прощаются на какой-то период времени с друг с другом. В то время, которое они были, конечно, они сдружились, сплотились, естественно. Ну, впереди в них экзамены итоговые ОГЭ у девятиклассников, единый государственный экзамен у одиннадцатиклассников. В целом по области в этом году выпускаются 299 кадет девятых и одиннадцатых классов. Добровольцы СВО награждены в Ростовской области за мужество и героизм и выполнение воинского долга. Офицерам и солдатам вручены ордена мужества, медали ордена за заслуги перед Отечеством второй степени и за отвагу. Дед у меня в семье практически как герой. Прошел всю Великую Отечественную войну, закончил в Берлине. Отец кадровый военный. Даже то, что я всю жизнь шел по гражданской стезе, когда нашему отечеству начал угрожать не просто угроза, а прямая, старая, вот эта гидрофашистская, которая всем казала, что уже ушла, подняла голову. Я не смог сидеть дома, пришел в военкомат. В данном случае та награда, которая пришла за то, что спасал своих товарищей, которые в тот момент оказались в очень тяжелой ситуации. Церемонию награждения провели в одном из мотострелковых соединений ЮВО. Спрыгнул с Ворошиловского моста, упал в бетонный водосток и выжил. Сегодня в районе полудня проезжавшие по мосту или проходившие мимо заметили мужчину, который то залезал на ограждение, то спрыгивал с него. В общем, неадекватно бравировал своей ловкостью. По словам очевидцев, на мосту собралась пробка. Правоохранители пытались отговорить мужчину от необдуманных действий. И даже, судя по видеозаписи, в какой-то момент попытались схватить его. Но он вырвался и полетел вниз, прямо в бетонный водосток. По словам спасателей, именно это его и спасло от гибели, пострадавшись травмами в больнице. Пляжи, фонтаны, амфитеатр и сухой ручей. А к ним спортивный кластер ни много ни мало международного уровня. Старый парк «Дружба» на Капустино обновляется сразу по двум проектам. Национальному жилье и городская среда и федеральному формированию комфортной городской среды. Уже сделана треть работ, в чем на месте убедилась наша съемочная группа. В следующем году в «Дружбе» можно будет проводить спортивные соревнования международного уровня. Баскетбольная и волейбольная площадки, раздевалки и не только. Да еще и рядом песчаный пляж. Часть парка займет мощный спортивный кластер. Но эту часть сдадут последней, к зиме следующего года. А уже этой осенью откроют первую из трех зон. Где помимо привычных прогулочных аллей со скамейками и малыми архитектурными формами, будет каскадная лестница с двумя фонтанами. Здесь будет абсолютно городской, ну, Ворошиловского района парк. Со всеми, как говорится, ну, отдыхающими элементами. Пляж, пляжная зона. Спортивные площадки. Общая готовность парка на сегодня больше 35%. Подрядчик уверяет, ни одного здорового старого дерева при обновлении парка не вырубили. Провели только санитарный спил сухостоя. А после высадки почти четырех сотен новых зеленый каркас парка составит 750 деревьев. В 2021 году парк «Дружба» на Капустина победил во всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства и получил на обновление из областного и федерального бюджетов 560 миллионов рублей. А сейчас, кстати, можно голосовать за будущие объекты. На территории Ростовской области до 31 мая проходит всероссийское онлайн-голосование за благоустройство общественных территорий. Каждый житель области возрастом старше 14 лет может проголосовать за ту или иную территорию, которая находится в том муниципальном образовании, в котором мы живем, в городе или поселке. И по итогам этого голосования территории победителей, набравшие наибольшее количество голосов, окажутся в перечне благоустройства на 2024 год. От Ростова в этом онлайн-голосовании участвуют пять скверов. Миллиораторов, Пионерский, имени Аганова, на улице Седова и по адресу Буденовский-2. По области в этом году планировали благоустроить не меньше 115 общественных территорий, а сейчас их в региональном проекте 125. Объем бюджетных средств, запланированный на воплощение этих задач, больше 2 миллиардов рублей. И выбирать, на что пойдут эти деньги, нам с вами. Елена Ребжанова, Юрий Санкин, Первый Ростовский. Все лифты, отслужившие 25 лет и больше, нужно заменить до 15 февраля 2025 года. Такая задача по решению Совета Федерации озвучена на совещании по теме реализации программы ускоренной замены лифтов для владельцев специальных счетов. Всего в Ростовской области таких лифтов у нас 883, из которых 529 лифтов, они находятся на счету специальных счетов ТСЖ, управящих компанией РЖСК. И если у нас для регионального оператора капремонта предусмотрена областная субсидия на замену лифтов, и в этом году она предусмотрена порядка 182 миллионов рублей, мы сможем заменить более 200 лифтов. То для владельцев специальных счетов они по законодательству обязаны за свой счет в рамках взрослых капиталов на ремонт менять лифты. И поможет им в этом программа ускоренной замены. Она дает владельцам спецсчетов рассрочку платежа. По предложению Министерства России, Общественный Совет вместе с Российским лифтовым объединением подготовили программу, которая позволяет владельцам спецсчетов проводить замену лифтов за половину стоимости, выплачивая оставшуюся половину в течение 60 месяцев равномерными платежами, без процентов, без каких-то надбавок, получая новый лифт и используя его в повседневной жизни. Предлагаемая программа является экономически эффективной и наиболее интересной в настоящих условиях. Ежегодную проверку качества и безопасности продуктов, которые продаются и в небольших магазинах, и в торговых центрах, начал сегодня Департамент потребительского рынка. Первое стало молочка, ведь молоко, масло, сметану, кефир мы покупаем практически каждый день, и они должны быть просто безупречными. В этом году Департамент потребительского рынка исследует на безопасность и качество больше шести сотен образцов продукции. Сюда входят и непродовольственные товары, и услуги, и главные продукты. Список составляется в том числе по публикациям СМИ и жалобам жителей области. Первая закупка у нас, открываем, так скажем, эти исследования в этом году. Молочные продукты, кисломолочные, масло. Будем проводить по нескольким направлениям. Это первое – физико-химический состав, микробиология и также соответствие маркировки, указанной на товарах и продуктах, с тем составом, который находится внутри. Крупные торговые сети и сами ведут многоступенчатый контроль качества продуктов. Начинается он еще на стадии выбора поставщика, а потом многоуровневая система проверок от производства до магазинной полки. В магазине при приемке товара также проверяется качество. Если вдруг поступает любая информация, откуда она пришла, из Роспотребнадзора, из Департамента потребительского рынка или по жалобе покупателя, в любом случае мы также дополнительно проверяем качество, чтобы наш товар соответствовал самым высоким требованиям. Эксперты Центра стандартизации и метрологии отбирают образцы для закупки. И сегодня это молоко, кефир, сметана, ряженка. Сразу обращаем внимание на условия хранения продукции в торговой сети. Она должна соответствовать тем параметрам, которые указаны на упаковке изготовителя. Смотрим дату изготовления, срок годности и фиксируем. Теперь образцы в сумке-холодильнике переезжают в лабораторию на исследование. Образцы закуплены, пройдут испытания в течение срока, в соответствии с требованиями методики испытаний. В результате будут подготовлены протоколы испытаний. На основе протоколов испытания будут подготовлены экспертные заключения, которые уже покажут соответствие, либо несоответствие продукции требования безопасности. Результаты исследований Департамент потребительского рынка разместит на своем портале. Галина Белоусова, Юрий Санкин, 1-й Ростовский. Возродить винодельческие традиции Дона намеренно стартовавшая в Новочеркасске экспедиция Русского географического общества «Золотые горки». Ученые-краеведы виноградарь и виноделы объединились в поиске старинных сортов винограда. Поддерживают их казачество и областное правительство. Важное дело начинается молитвой и благословением. Хранилось Господь на многое и благая. Платовская сотня студентов Политехнического университета украшает любой строй. Звучат напутствия и экспедиция отправляется в путь на два года. Вдоль Дона, начиная с Семлянского района и заканчивая Азовским морем. Потому что проезжаем по местам Платовским, Петра Первого. Вы знаете, что они большое внимание уделили на наше виноградарство. Поэтому по всем этим местам проедем. Объедем курени на наши, станицы, музеи посетим, винодельни. Задача – провести учет и перепись редких сортов винограда, дополнить имеющиеся 15 атактонов утерянными сортами. Ведь есть вероятность найти что-то в старых казачьих дворах. В работе экспедиции примут участие ученые-виноградари и виноделы, хранящие в своей местности традиции предков. А название – «Золотые горки» от местности с красивейшим ландшафтом – над Доном, между станицами Мелеховской и Бессергеневской. Так высшей пробой называли и роскошные виноградники на правом берегу Дона, вино с которых подавалось к царскому столу. И сегодня расчет на качество и уникальность автохтонов. Тот же именитый красностоп Золотовский лучше всего растет на своей земле. И в конце сентября в станице Старо-Золотовской пройдет второй фестиваль, посвященный этому титульному донскому вину. По результатам экспедиции создадут фильм и атлас виноградарства Ростовской области. А есть карта – будут новые туристические маршруты. Выехать, например, с Москвы или с Питера, дойти до Дона и дальше никуда не хотеть уезжать. Общие усилия поспособствуют возрождению традиций донского виноделия и старинных сортов местного винограда. Автохтон – это гений места. Мы называем его еще аборигенные, то есть местные сорта. И виноделы из этого винограда делали вино уже многие-многие сотни лет. История донского края, история донского виноделия, она самая все-таки древняя в Российской Федерации. В планах экспедиции увидеть и обследовать виноградники в разные сезоны. Сейчас пора цветения винной ягоды, время закладки урожая. Состояние виноградников хорошее. Уже кашица появилась, мы ждем цветения. Это очень интересный период цветения винограда. Тогда можно уже будет прогнозировать урожай этого года. В прошлом году урожай был хороший – 10 тысяч тонн. 6 миллионов бутылок вина разлили. После долгого депрессивного периода винодельческая отрасль оживает. И донские вина занимают в ней достойную нишу. Татьяна Бочарова, Юрий Лешко, Первый Ростовский. Своих кандидатов депутаты ЗАГСобрания «Единая Россия» определяет предварительным голосованием. Оно продлится в режиме онлайн до 28 мая. Секретарь регионального отделения партии и спикер парламента Александр Ищенко проголосовал в информационно-консультативном центре, где волонтеры помогают избирателям зарегистрироваться на сайте ПГЕР.ру и рассказывают о порядке голосования. Я специально воспользовался такой возможностью для того, чтобы все жители Ростовской области могли увидеть, каким образом осуществляется предварительное голосование. В том случае, если кто-то из избирателей не может, ну не получается в силу каких-то причин проголосовать через свое мобильное устройство, это можно сделать в информационно-консультационных центрах партии «Единая Россия». Как вы видите, здесь вам окажут необходимую помощь, при этом вы сами голосуете, тайна голосования обеспечивается, но необходимая методическая, техническая, организационная помощь оказывается. А чтобы проголосовать самостоятельно, нужно зайти на сайт предварительного голосования, авторизоваться через госуслуги и сделать свой выбор. Последний день регистрации 26 мая. А результаты объявят уже в понедельник 29-го. Победители станут участниками сентябрьских выборов депутатов Законодательного собрания области. Первое зональное совещание по итогам отопительного сезона и подготовки к будущей зиме провели в Семикаракорском районе. Говорили о проблемах городов и районов в организации подачи тепла. Совместно с Северокавказским управлением Ростехнадзора и также при участии муниципальных образований мы подготовили планы проведения проверок готовности к предстоящему отопительному периоду у ресурсоснабжающих организаций. Таких проверок будет 63. Помимо этого на территории всей области будут проходить зональные совещания. Снизить число возможных аварий на теплосетях должна их реконструкция за счет Фонда национального благосостояния. Это на востоке области, в первую очередь касается Волгодонска. Особое внимание мы будем уделять тем территориям, которые в прошлом году не получили паспорта готовности. На данном зональном совещании это Семикаракорский район. Все необходимые мероприятия мы предусмотрим и будем контролировать процесс выполнения этого плана. В целом, по словам министра ЖКХ, подготовка к отопительному сезону идет в плановом режиме. Первая в этом году тройня родилась в перинатальном центре. В семье уже есть двое сыновей, родители хотели девочку, но получили еще трех мальчиков. Причем малыши набрали нехарактерный для тройни вес по три килограмма. О хорошем течении беременности и успешном кесаревом сечении позаботились врачи. Эта беременность для семьи Сухомлиных была полна сюрпризов. Сначала узнали, что ждут тройню, потом оказалось, что все трое – мальчики, при том, что после двух парней хотели девочку. Но мама поразила врачей оптимизмом и теперь бодро восстанавливается после кесарево сечения. Уже в роддоме научилась различать сыновей. Говорит, они все разные. Один ребенок похож на одного из братьев, на старшего, другой на поменьше которого. Ну и самый первый наш, который из тройняшек родился, наверное, похож на моего отца, говорят все. Федя, Костя и Ефим родились с хорошим весом, а с небольшими дыхательными патологиями справились врачи перинатального центра, которые, кстати, такой успех во многом объясняют настроением мамы. Не было ни малейшего сомнения, что именно она доносит эту беременность. Несмотря на то, что у человека два рубца на матке, несмотря на то, что до этого она рожала тоже крупных детей, и эти дети большие, она доходила до 37-й недели. Для тройни это суперрезультат. У нас до этого тройни до 36-й недели все еле выдерживают. Это первая в этом году тройня. Ростовская область ждет еще три, и все они появятся здесь, в перинатальном центре. Надеемся, что эта тройня в этом году будет первая, но не последняя в Ростовской области. У нас под наблюдением еще три молодых мамы, которые ожидают рождения тройняшек. Поэтому мы будем работать для того, чтобы эти дети тоже родились здоровыми. УЗИ, кстати, сначала скрывало от сухомленных полдетей и даже иногда давало надежду на девочку. Ясность появилась уже на большом сроке, но в семье сюрпризы все же обрадовались. После небольшого шока, конечно. Она мне прислала снимок, там двойня была на снимке. Я говорю, ну, ты же хорошо, все, давай, будем рожать. Проходит две недели, она мне присылает другую фотографию, там тройня уже. Я говорю, это что такое? Она говорит, это тройня. Я говорю, ну, все, я сначала до речи потерял, потом перезвонил, минут через 20, она говорит, слышишь, что-то, ну, я в шоке. Я хотел сестричку, а получилось три братика. Ну, и будем мы ходить на рыбалку, на тренировки. Я, как старший брат, буду за ними следить. И все будет у нас хорошо. Мы были в шоке, ну, очень радостно в шоке. Счастья нет предела. Я хотела бы всем пожелать такого счастья, как у нас. И самое интересное, на этом родители пяти сыновей решили не останавливаться. Очень уж дочку хочется. Анастасия Фериченкова, Анастасия Мартынова, Первый Ростовский. Дорогами подвига длиной 347 километров отправились донские казаки. Так называется конный переход по историческому Большому Черкасскому тракту, посвященный юбилею Матвея Платова. Стартовал он в Ставрополье, где атаман одержал первую громкую победу. Ставропольская земля приветствует участников конного перехода Всевеликого войска Донского. Который проходит в рамках празднования 270-летия со дня рождения атамана. Хутор Богомолов Ставропольского края – место, где началась боевая слава Матвея Платова. Здесь, у реки Кололах, состоялся бой, в котором тысяча казаков под предводительством тогда еще молодого полковника заставили бежать 20-тысячную армию хана Девлетгирея. Сегодня девиз «Действовать по-платовски» означает беззаветно и верно служить Дону и Отечеству, мужественно и храбро защищать свою страну. И легендарный вихор атаман Матвея Иванович Платов всем нам в этом пример. С Богом, казаки! Казаку конь себя дороже, уверяет старинная донская пословица. Вот и к этому переходу скакунов готовили тщательно. По-особенному кормили и подбирали специальную экипировку, чтобы преодолеть неблизкий путь без проблем. Но главное, говорят казаки, каждому коню в первую очередь нужна любовь. Командир Миллеровского конного взвода Петр Дмитриченко со своим жеребцом буденовской породы по кличке Табель вместе 15 лет. За это время он меня понимает, я понимаю его, я знаю, где ему нужно дать послабление, где наоборот нужно на него даже прикрикнуть, потому что парень очень такой своенравный, конь выносливый, конь быстрый. После утреннего молебна отряд из 30 конников выдвигается в путь. В поход казаки взяли копии знамен, дарованные Донским полкам в годы Отечественной войны с Наполеоном. В маршруте по Большому Черкасскому тракту 12 населенных пунктов. В том числе Песченокопская, Грлыкская, Мечетинская, Когольницкая, Старочеркасская. На каждой остановке праздничная торжественная программа. Тем самым покажем жителям нашего Донского региона, что для нас важна очень эта дата, и мы почитаем нашего атамана Платова. 27 мая Донцов встретят в Мишкинском сельском поселении, где была дача Платовых. А завершится переход, конечно же, в казачьей столице Новочеркасски. Анна Туполева, 1-й Ростовский. Мемориальную доску Мавлиду Весаитову открыли в Суворовском, где его именем названа одна из улиц. Он воевал с июня 41-го и уже за первые бои награжден Орденом Красного Знамени. А потом трижды представлялся к званию Герой Советского Союза, но при жизни получил Орден Ленина. А Героем признан посмертно. Один из почетных гостей открытия мемориальной доски Герою Советского Союза Мавлиду Весаитову и его внук Сурхом Мунаев, директор Департамента по национальной политике и внешним связям Чеченской Республики. Он учился в Ростове и рад, что в нашем городе увековечили память деда, который, кстати, много рассказывал ему о войне. Например, о коне, подаренном Михаилом Шолоховым. Участвуя в боях в Ростовской области, Мавлид Весаитов был ранен. И получив ранение, потеряв много крови, он уже обнял коня, отпустил и конь его, провел в свою родную станицу. И этим самым ростовский казачий конь спас ему жизнь. Средства на изготовление таблички собрали члены региональной общественной организации «Чеченцев Кавказ». А раньше по их же инициативе одна из улиц Суворовского названа в честь Мавлида Весаитова. В областном военкомате дали его подвиги, что он совершал, с какого дня рождения он, какие подвиги, какие ордена. Этот человек значимый для нас, для Советского Союза, для чеченцев. Мы горды, что такие сыновья растут у нас. Мавлид Весаитов участвовал в Великой Отечественной с июня 41-го. Отличился в боях на Украине. И одним из первых 2 мая 45-го вышел к Эльбе. Трижды представлялся к званию Героя Советского Союза и признан им уже посмертно в 1990 году. На церемонии говорят, увековечивание памяти героев особенно важно сейчас, в дни, когда наша страна проводит специальную военную операцию. Жители нашей многонациональной страны плечом к плечу сражаются с современным нацизмом на территории Украины в рамках специальной военной операции. Поэтому это важно для сегодня живущих и особенно для молодежи и для будущих поколений помнить, чтить и уважать тех, кто отстаивал свободу и независимость нашей Родины. Мавлитый Саидов стою за герой. Чеченцы стоят и стояли стеной. За братьев, за Русь и за русский народ. Умолчий душа песню братства поет. Инна Билан, Николай Кубышкин, Первый Ростовский. За Крутвинской весной в этом году не только отмечали 115-летие со дня рождения писателя, но и впервые поздравляли реку Дон с ее новым персональным праздником. Убрали береган, а за это река угостила тех, кто с удочками и тех, кто с тарелками, своей рыбой на уху. С утра приплывали и прибывали гости, устраивали свои курения, пели, разжигали костры под казанами. Часть отправилась на рыбалку, а часть на уборку берега реки. Экологическая составляющая – обязательная часть народных природных мероприятий и не только в праздники. Больший акцент, конечно, мы будем делать на расчистку наших берегов, потому что этот праздник, он учрежден в рамках всероссийской акции «Вода Россия». А в рамках этой акции у нас по территории всей Ростовской области, это будет касаться не только реки Дон, но и всех малых рек, наведения порядка на наших берегах. Почетные гости, кажется, тоже рады были уйти от офисных костюмов и вспомнить детство с удочкой у реки. Рыба – это не только отдых, это общение, рыба – это туризм, рыба – это питание, в общем, рыба – это все. И сегодня, вот вы видели, более 150 человек сегодня, 13, кажется, команд сегодня принимают участие в этом празднике. Мы встречаем белым караваем, чарка юзовского белого вина. Гостей встречают, как положено, на Дону. Дом Закруткина при его жизни славился хлебосойством. Сюда приезжали и коллеги, и друзья, товарищи, чтобы обсудить новое произведение или послушать воспоминания фронтовика, который дошел до Берлина. Наверное, не случайно он выбрал место жительства, вот эту станицу Кочетовскую. Это место наполнено вот таким казачьим духом. Здесь чувствуется какая-то внутренняя сила, сила притяжения этого места. И я думаю, что именно и это место во многом служило его вдохновению. Писатель был заядлым охотником, рыбаком. И закономерно, что в программу фестиваля его имени включили рыбалку. Сегодня ловилось очень много шамаи, но она в зачет не идет, так как она краснокнижная. Все, что в зачет пошла, это лещ. Он был один, один сошел. Ну, а есть рыба, будет и уха. Критерии выбора лучшего блюда озвучил министр продовольствия. Это вкусовые качества, это плотность, насыщенность, аромат. Это все, как идет дегустация вина, почти все те же параметры, что и ухи. Гости фестиваля с ложками и тарелками оценили угощения каждого участника конкурса. А подкрепившись на свежем воздухе ухой и другими разносолами в казачьих куренях, восхищались мастерством наездников и выступлениями фольклорных ансамблей. Татьяна Бочарова, Первый Ростовский. «Земную жизнь, пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу». Одна окною оперу Франческо Доримени Рахманинов написал по драматическому эпизоду пятой песни «Ада божественной комедии». Именно ее в концертном исполнении представил Музтеатр в шестой вечер фестиваля «Семь вечеров» с Сергеем Рахманиновым. Приглашенными солистами были Анна Шаповалова из Большого театра и Владислав Сулимский из Маринки. Видео-арт с цитатами из Данте помогает зрителю погрузиться в это непростое произведение и с музыкальной точки зрения, и с драматургической. В опере есть пролог и эпилог, где Данте и сопровождающий его Вергилий спускаются в ад, и во втором круге его встречаются с тенями грешников, среди которых главные действующие лица оперы – Пауло и Франческо. Песня «Семь вечера» Драма в том, что Франческо отдана замуж за властителя Римени Ланчотто Малатесту, но вот коварство сватать его приехал младший брат Пауло, и Франческо, уверенная, что он и есть жених, полюбила его. Ланчотто догадывается обо всем, изводит себя ревностью, тоской и страстью. Песня «Семь вечера» Это вообще событие в Ростове, потому что впервые исполняется эта замечательная музыка. Она как-то незаслуженно не исполняется, потому что, видимо, сложна. И арии сложные, и сложный хор – это все так, но красота необыкновенная. Рахманинова нельзя назвать композитором одного какого-то жанра, и именно поэтому фестиваль наш, скажем, растянут по временному отрезку. Маэстро, инициатор этого проекта, он, маэстро Иванов, он как раз и решил этот фестиваль таким образом, что мы прикасаемся практически ко всем вехам творчества Сергея Васильевича. Это был «Шестой вечер», а завершится фестиваль «Семь вечеров» Сергеем Рахманиновым в Музыкальном театре 1 октября симфоническим концертом. Галина Белоусова, Андрей Токарев, Первый Ростовский. Штормовое предупреждение от Гидрометцентра. 23-24 мая ожидаются сильные дожди с грозой и усилением ветра до 18 метров в секунду. Правда, в этом предупреждении нет точного времени и точек ливни, так что наш метеокор Дина Горбачева уточнит прогноз именно для Ростова. Ростовчане, всем привет! Низкое атмосферное давление, как сегодня, часто влияет на состояние суставов, а благоприятное воздействие на них может оказать медицинский аппарат «Алмак Плюс». Нашла сегодня интересную народную примету. Если пчелы утром летают весело и быстро, это к погожему дню. Но вот как определить, летают они грустно или весело, в народном календаре, к сожалению, не написано. Поэтому вместо того, чтобы наблюдать за настроением полета пчел, я предлагаю за прогнозом обратиться к синоптикам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А по прогнозу гидрометцентра, дождь, хоть и не сильный, начнет капать сегодня ночью и продолжится до середины среды. Воздух при этом сможет прогреться до 22 градусов. Ветер не буйный, он подует со скоростью 4 метра в секунду. А атмосферное давление все так же ниже нормы – 754 миллиметра артутного столба. Влажность соответствует осадкам 74%. На этом я с вами прощаюсь до завтра. Всего доброго! Таким был Ростов сегодня. Каким он будет завтра, смотрите на Первом Ростовском завтра же в 19.00. Наши новости можно найти на сайте 1Rostov.tv и в соцсетях присылайте свои идеи, наблюдения, фото и видео. Все информации и контакты на сайте. В студии были Алина Николаева и Рубен Данов. Всего вам доброго! До встречи завтра! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин